В столице региона прошла сессия собрания депутатов Ненецкого округа. Парламентарий вынесли на рассмотрение 31 вопрос. Среди них три доклада. О деятельности полиции за 2015 год рассказал исполняющий обязанности начальника управления МВД по Ненецкому округу Сергей Сахаров. С ежегодными докладами также выступили два омбудсмена Ненецкого округа. Уполномоченный по правам человека Александр Белугин и уполномоченный по правам ребенка Римма Галушина. В 2015 году в адрес уполномоченного по правам человека в Ненецком округе поступило 126 обращений. Из них четыре коллективных. В общем количестве преобладали обращения из Наринмара и поселка Искателя, а также Великовисочного, Тельвиски, Нельминоса, Оксина, Красного, Харивера и Амдермы. По словам Александра Белугина, заявители обращались с вопросами, которые касаются деятельности органов госвласти, местного самоуправления, социального и пенсионного обеспечения, трудового и жилищного законодательства. Жилищная проблема была одной из основных. По этой теме в адрес уполномоченного поступило 39 обращений. В частности, они касались жилищного права и вопросов жилищно-коммунального обслуживания населения. Наиболее ощутимые проблемы – это нехватка комфортного и доступного жилья, большой износ жилищного фонда, особенно на селе, отсутствие готовых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Многие жители региона хотели бы улучшить свои жилищные условия, но далеко не у всех для этого есть возможности. Большинство граждан ищут пути решения жилищной проблемы через ипотечное кредитование. Но в то же время для многих семей получение ипотечного кредита – это труднодостижимая цель. Кроме того, в число вопросов, которые находятся на контроле омбудсмена, входят и вопросы, касающиеся жизни коренных малочисленных народов Севера, людей с ограниченными возможностями, вопросы занятости на селе. По словам Александра Белугина, решение проблем, с которыми граждане обращаются к уполномоченному, возможно, при условии привлечения внимания всех ветвей власти, должностных лиц и руководителей организаций к вопросам соблюдения прав и свобод человека на территории региона. В своем докладе Александр Белугин также дал рекомендации по совершенствованию механизмов защиты прав и свобод граждан в Неницком округе. Свой доклад на сессии собрания депутатов представила и уполномоченный по правам ребенка в НАО Римма Галушина. В адрес детского омбудсмена в прошлом году поступило 207 обращений. Нарушение прав детей было установлено в 95% случаев. В 19 случаях права детей были нарушены родителями или другими законными представителями. В отношении должностных лиц поступило 14 обращений. Лидерами по количеству обращений остаются вопросы соблюдения прав детей в сфере образования и на социальное обеспечение. Среди основных причин семейное неблагополучие, низкий уровень правовой грамотности, в отдельных случаях неисполнение органами государственной власти и местного самоуправления полномочий, касающихся прав и законных интересов несовершеннолетних. По словам Риммы Галушиной, по-прежнему остается актуальной проблема инклюзивного образования. Проблем по этому вопросу много, предстоит большая работа по их решению. Кроме того, к детскому омбудсмену обращаются с заявлениями о нарушениях в части организации летнего детского отдыха на территории НАО, недлежащего лечения. Также актуальными в регионе остаются проблемы социального сиротства, проблемы многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.